Всем привет! У нас сегодня понедельник и есть возможность поехать в норму, закупиться. Большой обзор нормы мы уже делали, а сегодня мы посмотрим, что там. Если будет что-то интересное, мы обязательно вам покажем. И обязательно попробуем это сами. Погнали в норму. Да, приехали в норму, но сейчас мы пойдем в фикс прайс. Вот здесь вот есть филиал. Ты что, в маске уже? Мы вот здесь, в этом доме, кстати, принты делали на втором этаже. Торговый дом Крал. Там же есть и фикс прайс. Смотри какие корочки. Это что, копилка? Нет. А, это декорация пасхальная. Ну, они такие смешные. Это тоже декорация, но смотри, как в лоточке. Украшения, да? Вот карелочки, кстати. Ну, мы их, по-моему, видели уже. Да, ну, мы в норме показывали. А вот это вот, тоже я уже рассказывала, что это делается сама пасхи. Вот, смотри, прикольный. Да. Таймер для яиц. Вот такие светильники я еще не видела. Смотри. Есть в черном цвете, есть в белом. И вот это очень интересно. Это подписано, что? Вот они, по 1400, да? Ну, вот так говорит. Вот так вот подсвечивается. Вот такой есть еще. И мне вот это понравилось. Лампочка. Да, горит только провод вот этот. Угу, угу. То, что ты сейчас... А, безумно. Чуть не упал. Чуть не угробили светильник. Он пластмассовый, кстати. Да? Лампочка пластмассовая? Как будто да. Вот это я хотела показать. Вот такие сердечки. Тоже, мне кажется, ну, в детскую комнату или в женскую. Бирляндочке. Да, красиво. Ведется видеонаблюдение. Мы тоже снимаем. Я знаю. Вот появилось для велосипеда, смотри. Вот это вот же для сидушки. Да. Да. И вот это вот гудок для велосипеда. Да, мне кажется. 330 снеги вообще не дороже. Вообще не дороже. Но мне вот этот больше нравится. Да, он смешно. О, вот такие фонарики прикольные, смотри. На шейник можно повесить. Да, для собаки. На рюкзак. Пять режимов свечения, белый, красный свет. Это мне по USB, интересно. Нету, наверное, просто включаешь. Не USB, а этого... Bluetooth. Иногда вот, знаешь, когда собаку не можешь найти? Да, всегда тут хорошие книги встречаются, если честно. Да, здесь вот мы нашли вот такую вот Элегия и Хилпили. Это премьера Netflix, вот если видно. Они по 550, по-моему, кстати. Да. Есть в упаковочке, да? Угу. Пойдем, я хочу показать кое-что тоже интересное. Еще прошла один взгляд. Мне кажется, это надо не показать, это надо купить. Да. Вот это вот вешалка для брюк. Мы просто пользовались такой, это правда очень удобно. Знаешь, вот, я не знаю, она выдержит. Вот я тоже хочу сказать, вот Руслан говорит, давай купим. Но у меня сомнения, потому что мы покупали здесь вешалки. Они у нас вообще через две недели... Ну давай, ладно, одну купим. Давай попробуем. Давай красную возьмем. Вот, я просто хочу найти, которую мы убрали. А я не видела. Серьезно? Да, я тебе честно говорю. Это надо, когда зимой, отопление, да? Да, да, да. У Люси есть такая. У Люси просто всегда все классно. Мне здесь для детей очень понравилось. Смотрите, да, кормушка, ну, чтобы ты сам делаешь и раскрашиваешь. Вот эта, кстати, прикольная, ее можно на даче повесить, на балконе где-нибудь. Привычки прививать ребенку, то, что и птичек тормит. А просто смотри, вот этот набор, он будет валяться где-то, правильно? А этот можно повесить, и птички будут прилетать в гости. Да, но здесь тоже интересно, в принципе, сделать бинокль. А, там самолет, еще танк, да? Вот танк есть, да. В принципе, интересно, чего нет. Ну, какой-то еще кактус. Короче, много здесь всего интересного. Сейчас еще что-нибудь найдем. Я тут такое нашла. Смотрите, шейкер. Прикольно. Кстати, у нас же есть такое. Да, у нас целый набор, но тут можно отдельный купить. Налито, мохито готовить. Да, почему нет? А сколько он стоит? 1400. Ну, это вот один сам шейкер, да? А вот тут еще вот, ну, если из таких вот бутылок, вот эта вот мне очень понравилась. Она с крышкой? Да, она с крышечкой, вот. И еще... Для компота, для сока. Да, 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 на лето. И вот такие кружки. Тоже интересно, смотрите. О, вот эти, да. Классно, да? Не знаю, удобно, нет? Ну, может быть и нет, да. Это что, силикон? А, нет, так покрыто просто. Это матовое стекло. Вот они, огромные. Я вот на вот это вот, да, все. Вот, ты смотри. Ничего себе. Наверное, миллилитров 700-800. Мне кажется, это хороший подарок. А, нет, смотри. 1400 литр. Мне кажется, хороший подарок на 7 мая. Да, Lady Boss. Я все вот на вот это смотрю. Со стороны очень красиво смотрится. Куршины вот такие, бокалы. Бокалы, мяч, 500 миллилитров. Пивные, наверное. Тут такие супницы, смотри. Интересные, да? Они и с этим идут. И с тарелочкой, да, с блюдцем. И с ручками. Да, симпатичные. 1400 такое стоит. Один, да? Да. А еще вот Рустам давно хотел себе под чай. Вот такие баночки. Вот есть такая маленькая, вот 550. Мы тут с мамой по салатницам улетаем. Мама говорит, я прихожу и любуюсь. Я говорю, ну купи. Вот такое вот, смотри. В виде сердца. В виде сердечка. Ну, это под честаканчиком. И вот маме вот такие вот очень нравятся. В таких вот трех цветах. Это бульонница, да? Или что это? Написано. Чуповые тарелки. Да. Как лапша, в принципе. Ну, для нас как салат. Просто с Винсой фирма-то... Неплохая. Неплохая, да. Но мы не пробовали. Я хотела сказать, что сделано прямо вот в этом стиле, когда китайские коробочки. Китайскую вообще, когда берешь, вот, например, на вынос. Вот в таких коробочках. Само вот это очень понравилось. Не знаю, насколько, конечно, это удобно использовать. Крюк такой на дверь, потому что часто же все вешают на дверь просто вещи, там, полотенце. Да. Или гвоздик, например, забьют в дверь или в стену. Чтобы вот не портить стены и дверь вот такая вот. Удобная штука. Всего 330 г. Она, получается, одевается на дверь, видите? Ну, я не знаю, дверь тогда не закроется, наверное? Ну, да, не совсем. Кто-то пробовал, может быть? Не попробуешь, не узнаешь. Мы вот пришли в норму, и здесь такой интересный отдел. Да, мы уже полный такой обзор снимали продуктов. Мы вот сейчас хотели бы сделать на фрукты, на овощи вообще акцент. Мне вот это нравится. Знаете, Сердце дракона называется. Очень интересный такой фрукт. Прикольные семечки здесь. Кстати, они прям дорогой для пробу. И цена на имбирь мне понравилась тоже. 1600 всего, такой свеженький. Вообще много всего. Вот этот перчик такой, когда мы ходили в кафе Дагермен, вот тут подсказку сверху про оставлю. Мне к донеру принесли два вот таких перчика. Чили это. Классно. А как это называется? Просто, да, чили-перец? Да. Да. Вот. Спаржа есть. Вот такая кукурузка есть. Мангустин какой-то. А, мы пробовали. Мы пробовали, пробовали в Китае, пробовали. Ну, тут вот такое вот все тоже есть. Маракуйя. Маракуйя. 9600, прикинь, за килограмм. Ну, полторы тысячи, вот три штучки. Да. Авокадо вот такого цвета есть. Не зеленого, да? Да. И здесь... Компника огромная. Это, кстати, фирма, по-моему, неплохая. Она американская, что ли? Малина, смотри, какая-то. Бучий глаз прям. Да. И смотрите здесь, что есть. Физалис. Я вообще первый раз это вижу в супермаркете. 1369. Ты видел гранат, Рустам? Граната огромная. Просто, если в руку... Мне кажется, он один полтора килограмма весит. Ну, вот еще смотри, манго. Манго, Русь, это манго, да. Потом, что тут еще интересно? Вот айва, я делал настойку на айве, но еще не пробовал. Надо ее сначала процедить, потом попробую. И зеленый авокадо есть. Авокадо, потом лаймы есть, вот такие мини-бананчики есть. И куча-куча зелени. А вот проросшая, смотри, еще. Это что у нас? Микрозелень. Это кинза. Это редиска. Да? Ну, тут вот написано. Да, редиска. Это горох. Это подсолнух даже есть, представляете? Тоже вот горох, горох. Просто обалдеть. Классно, да? Сейчас, кстати, начинается уже сезон пива. И вот у магазина Волна просто огромный выбор. Различных закусок. Колбаски, сухарики. Сейчас посмотрим. Что такое вот нравится? Всякие колбаски тогда, такие вяленые, копчененькие. Да, сейчас сезон пива начинается. Весна пришла, поэтому... Причем название, вот смотри, чаризо какие-то, колбаски, да? Необычные. Джоки, вон чипсы-джоки из птицы. Смотри, получается, мясо, да, тоже разы есть. Говялина, гурица. Ушки вон есть даже. Короче, просто... А вот цветное, знаешь, я раньше до этого не замечал, что цветной арахис есть. Он обычно же был такого цвета. Тренировки, да, вот что-то типа такой. Просто с ума сойти и выбор. О, смотри, вот этот вот... Как щекотерек называется? Вот, это бобы, вот они. Они, кстати, классные. Они вкусные. Да, мы как-то пару раз пробовали. Короче, тут такой большой, огромный выбор. Это грелки, да, кальмары разные. Видите, какие кальмары? Короче, приходите, выбирайте. Вероника уговорила меня все-таки попробовать квас. Рустам, я пока мясо покупала, Рустам, и жили. Ладно, я сам решил, да. Говорят, славянский квас очень вкусный. Эти много бокалов для пива. Мы как-то отсюда рили не могли нормальные выбрать, а тут вот они разные формы, разного объема. По доступным, кстати, ценам. Карта, да, у тебя есть? Да, у меня есть. Я тебе покупала подарок на день рождения и вполне. Смотрите, тут лапша тоже в норме продается, как мы покупали на рынке. Только она желтая. Да. На куркуму можно добавлять? И здесь 700 тенге килограмм. 780. 780, а мы за 350 брали. Но она другая, конечно. Ну вот, что прикольное, есть варенье, прикинь, малиновое. Знаешь, сколько она стоит? 3000, ну, 2900 килограмм. Вот, видишь, она прям теплая. Кстати, они сейчас запечатаны из-за по сей этажа. На Юго-Востоке начали делать дорогу. Теперь такая пробка, это вообще ужас. Не, реально же сейчас небольшое. Тут либо ДТП, либо закипит, кто-нибудь сломается, и все, тут вообще встанет все. Все движение. Но тут не полностью, видишь, снимает асфальт, поэтому... Частями. Частями, наверное. Но это надолго. Это теперь вообще надолго. Будем подстригать. Он так оброс. Смотрите, как он выглядит. Ужасно. И это типа Йоркшерский терьер. Ему тоже пробки не нравятся. А он уже делает. Вот такой обзор у нас получился фикс-прайса и нормы. Короче, как вы могли заметить, сегодня мы были не на Ниве. На это есть свои причины. Короче, мы пока временно без машины. Мы надеемся, что временно. Вот. Поэтому будем сегодня дома. Никуда уже не поедем. Кажется, что скоро будет дождь. Солнышко ушло. Но надеемся, завтра оно вернется. Поэтому до завтра. Завтра у нас тоже выйдет новое видео. А вы подписывайтесь на канал, чтобы их не пропустить. Ставим лайк, если вам понравилась норма. Мне кажется, это один из лучших магазинов в Караганде. А как считаете? Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok